Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Прошла еще одна бурная неделя в центре внимания, которая оставалась тематика дефолта США. По большей мере, все это было лишь бурей в стакане воды. Все прекрасно понимали, что сделка в итоге состоится вовремя, но определенные риски и страхи все уже присутствовали. Теперь они позади, инвесторы на этой неделе немного переориентируются в информационном фоне, хотя отголоски сделки по госдолгу, вероятно, продолжат дергать рынки за нужные ниточки. Важно понимать, к чему приведет эта сделка и как при этом будет себя чувствовать экономика Соединенных Штатов. В ближайшие дни в центре внимания будет макроэкономическая картина и политика ФРС. В пятницу состоится публикация итогового отчета по рынку труда, в котором инвесторы вновь будут искать намеки на решение ФРС по ставке в июне. Прошлая неделя была в негативном окрасе, и все же по итогам индексы вышли в плюс, за исключением Доу. В конце недели позитивный настрой сохранялся, несмотря на более высокие, чем ожидались данные по инфляции по индексу ПСЕ. Они укрепили ставки на то, что Центральный банк сохранит свою истребинную позицию и сохранит процентные ставки повышенными в течение длительного периода времени. Отвлечься инвесторам от негатива помогли корпоративные новости, за счет которых NASDAQ добился побед пятую неделю подряд. Оставайтесь с нами, досмотрите это видео до конца и делитесь своим мнением в комментариях. Мировые инвесторы гадают, как предварительная сделка по повышению потолка госдолга США может повлиять на рынки, поскольку законодатели стремятся провести соглашение через Конгресс до крайнего срока, установленного 5 июня. Сделка по снятию долгового лимита в 31,4 млрд долларов, объявленная Белым домом и республиканцами в Палате представителей, предотвратит катастрофический дефолт США и повысит общий аппетит к риску. Кроме того, это поддержит некоторые сектора, которые остались позади в результате технологического ралли этого года, такие как циклические акции и малые капитализации. Некоторые инвесторы опасаются, что предполагаемое сокращение расходов может повлиять на экономический рост в Соединенных Штатах. Но в то же время переговорный процесс, в результате которого едва удавалось избежать дефолта, угрожает подорвать репутацию в Соединенных Штатах в рейтинговых агентствах. Соглашение Белого дома о потолке долга – отличная новость, но правительство по-прежнему испытывает проблемы с денежными потоками. Для завершения соглашения необходимо время. Для фондовых рынков текущая сделка может принести мало позитива. Однако она способна обеспечить больший импульс для секторов, которые остались в этом году, включая акции компаний с более слабыми балансами и акции с малой капитализацией. Рыночные игроки высказывают опасения относительно того, как предполагаемые ограничения расходов повлияют на конкретные сектора, а также на экономику США в целом. На чем инвесторы сейчас сосредоточатся, так это на стоимости сокращения расходов для здоровья американской экономики. Насколько сильное влияние окажут эти сокращения расходов на ВВП и экономический рост, пока не ясно. Инвесторы также готовятся к потенциальной волатильности госбондов, поскольку ожидается, что казначейство быстро пополнит свою пустую казну выпуском облигаций, как только будет повышен патолог госдолга. И это потенциально высосет из рынка сотни миллиардов долларов наличности. Иными словами, рынки получат оптимизм по поводу того, что сделка заключена и что реальный кризис предотвращен, а заодно и страшную утечку ликвидности. Что касается движения индекса до, то на прошлой неделе он подскочил в пятницу более чем на 300 пунктов, это 1%. S&P 500 также набрал 1%, а Nasdaq вырос на 1,4%. Рынки уже предчувствовали позитив, поскольку СМИ подкармливали их соответствующими сведениями о подписании соглашения. Белый дом и Кевин Маккартни близки к достижению соглашения, которое поднимет потолок госдолга США на два года, так сообщалось в разных источниках. И сейчас важно понимать, что сделка будет передана на голосование в Конгресс до нового крайнего срока 5 июня. Однако там она может столкнуться с очередной порцией проблем, так как некоторые республиканцы недовольны ею. Кроме того, стоит учитывать, что инфляция в Соединенных Штатах в апреле оставалась стабильно высокой, а экономика по-прежнему сильной. Фактически, судя по отчету PCI, в апреле потребители потратили на товары и услуги больше, чем в марте. Это говорит не о замедлении инфляции, как указывает индекс потребительских цен. Наоборот, она высока и растет. Действительно, отчет PCI показал, что расходы подскочили на 0,8%. Поскольку PCI является предпочтительным индикатором по инфляции для Федрезерва, то вряд ли стоит игнорировать предупреждающие признаки устойчивой инфляции и, как следствие, потенциального повышения процентных ставок. Сейчас рынки делают ставку на то, что ФРС ужесточит политику, вместо того, чтобы сделать паузу на своем предстоящем июньском заседании. Согласно данным семи групп, сейчас вероятность увеличения на четверть процентного пункта составляет 56%. Две недели назад вероятность была всего 17%. Шум с потолком долга скоро закончится. А это означает, что рынок вновь погружается в мир несгибаемой инфляции, высоких процентных ставок и постоянно надвигающейся рецессии. Вряд ли это долгожданное возвращение к нормальной жизни. Что же касается S&P 500, он закрылся в пятницу на самом высоком уровне с августа 2022 года. Неделя также закрылась хорошим повышением котировки, а с начала года индикатор поднялся на 9,5%. Неопределенность периодически давила на фондовые рынки в течение последней недели, хотя большинство инвесторов и аналитиков заявили, что ожидают заключения соглашения в конце недели. Оптимизм по поводу того, что сделка по потолку госдолга близка и значительный рост акций, связанный с искусственным интеллектом, помогли S&P 500 набрать высоту. Среди секторов рынка, которые выиграют от сделки, это акции оборонных компаний, которые отстали во время переговоров, а также циклические сектора рынка и энергетические акции. Одобрение этой предварительной сделки, как ожидается, поможет поддержать более широкий рынок, а не только ряд крупных технологических компаний, которые удерживали рынок на положительной территории. Как бы то ни было, S&P преимущественно торговался вокруг технического уровня в 4 135 пунктов. Покупателям удалось забраться выше, однако позитивным сценарием стоит считать подъем индикатора в район 4 300 пунктов. Это не просто необходимые веские положительные обстоятельства. Ввиду публикации отчета по рынку труда, эта отметка может остаться нетронутой, так как инвесторы захотят дождаться важной цифры. Согласно консенсус-прогнозу, Non-Farm Payrolls могли вырасти на 180 тысяч после 253. Занятость в частном секторе, вероятно, увеличилась на 160 тысяч. Уровень безработицы мог подняться с 3,4 до 3,5%. И средняя заработная плата вырасти на 4,4%. Риски падения S&P 500 имеются. Целью медведя выступает уровень 4 тысячам. Отдаленные перспективы S&P 500 все же негативные. По крайней мере, такой прогноз дает банк UBS. Экономисты считают, что негативное влияние, в том числе от ужесточения кредитной политики на доходы компании, отправит индикатор к концу года ближе к уровню в 3800. Высокотехнологичный NASDAQ наиболее отличился на прошлой неделе. Есть потенциал для дальнейшего роста. Технологический сектор отличился, и все на слуху была компания NVIDIA. Ее отчет нельзя назвать очень хорошим, как минимум из-за падения выручки в целом. Однако прогноз самой NVIDIA, который сильно лучше прогнозов аналитиков, видимо, впечатлил инвесторов. Причем это произошло до такой степени, что акции NVIDIA после публикации отчета подскочили почти на 30%. Капитализация компании совершила второй по величине скачок в истории фондового рынка, увеличившись за сутки более чем на 200 млрд долларов. В ответ на такой скачок аналитики JP Morgan повысили свою цель по стоимости акции NVIDIA до 500 долларов за бумагу. Из отчетности на новой неделе мы предлагаем обратить внимание на HP Incorporated, Hewlett Packard и Salesforce. Сезон отчетности в США на исходе. Все сейчас волнуют вопрос, с какими бумагами присмотреться. Компании, связанные с искусственным интеллектом, безусловно, лидируют. Их потенциал растет. Инвесторов привлекает данная тематика. В то же время 7 из 11 отраслей в индексе S&P 500 на данный момент находятся в отрицательной золе, аналогичной индексу Dow Jones. Из портфеля фаворитов стоит исключить Walt Disney и Alphabet. Рассматриваем ETF на полупроводниковую отрасль США, чтобы отыгрывать технологические секторы тематику искусственного интеллекта. В целом, что касается фондового рынка, то стоит учесть фактор короткой недели. В понедельник рынок США закрыт по случаю дня опоминания. А в пятницу выйдут данные по безработице. Сохранение сильного рынка труда может умеренно негативно сказаться на рыночных настроениях, поскольку увеличит вероятность повышения ставки ФРС. Корпоративная составляющая может сыграть не так сильно, как на прошлой неделе. И мы продолжаем следить за ситуацией, чтобы вы всегда оставались в курсе всех событий. Не забывайте подписываться на канал и комментировать видео, ведь мы работаем для вас, снимая самые актуальные выпуски каждый день, каждую неделю. На этом мы завершаем наш выпуск. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»